Война в Украине повлияла самым прямым образом на процессы в Грузии. То состояние неопределенности, в котором находился Европейский Союз по отношению к нашим странам, к Украине, к Молдове или Грузии, к сожалению, вот война в Украине, так сказать, подвела их под определенную черту, когда, давайте вот скажу вам прямо, вот та зона комфорта, в которой находился Европейский Союз и в целом Евроатлантическое сообщество, нужно было уже как-то принимать решение или в одну сторону, или в другую сторону. Вот так вот в состоянии лимба, неопределенности, в подвешенном состоянии, когда эти страны, несмотря, будем говорить о Грузии, несмотря на те усилия, которые Грузия предпринимает в течение последних трех десятков лет и платит за свой выбор кровью, в то же время в самом непосредственном, так сказать, понимании, вот это состояние, подвешенное состояние, оно должно было быть как-то, так сказать, предопределено тем или иным поведением со стороны Европейского Союза. Не случайно и сегодня в международной литературе и в отношениях эти страны как-то вот некоторые, скажем так, эксперты, западные эксперты или политика называют no man's land, то есть ничейная земля, ничья земля. Это, конечно, абсолютно, так сказать, неправильное утверждение, но, по крайней мере, агрессия Российской Федерации в Украине, она, так сказать, предопределила абсолютную динамику, другую динамику этого процесса. И мы как раз наблюдаем то, что, знаете, вот я не люблю несторонник того выражения, что война в Украине послужила, скажем так, входным билетом для Украины. Это неправильно, это, так сказать, коннотация, это как-то даже некорректно по отношению к украинцам и к Украине. Но, опять, если мы, так сказать, посмотрим на большую картину, на большую картину, конечно, в этом плане украинцы, защищая сегодня свою страну и свою родину, они в то время защищают выбор и грузинского народа. Вот тот самый выбор, который мы обозначили как цивилизационный выбор. Поэтому сегодня в Грузии мы недаром говорим, что война в Украине, не только вопрос государственности Украины, но это вопрос государственности Грузии. Поэтому сегодня для нас Украина означает гораздо больше, чем просто течение военных действий в Украине. И поэтому, когда мы смотрим с надеждой на, скажем так, на желательный исход войны, мы, конечно, подразумеваем в то же время и то, что это будет не только восстановление территориальной целостности Украины, но в то же время это повлияет непосредственным образом на восстановление территориальной целостности Грузии. И еще в большем аспекте это повлияет на упрощение гарантии безопасности для наших стран. Когда вот Евросоюз, то же самое НАТО, будучи выйдя из состояния вот этого, состояния сонливости, в котором они находились после развала Советского Союза, они вынуждены будут принять четкие решения как правового, так и политического характера. Тем более на фоне той же войны в Украине, на фоне всех тех процессов. Я думаю, что сейчас как раз грех всем нам не подойти к этому решению с максимальной ответственностью. И еще один нюанс, который я добавил бы, это не только вопрос, насколько Грузия сдаст этот экзамен, но я думаю, что этот вопрос очень важен также и для стран региона. Этот вопрос очень важен для Армении, особенно вот на фоне тех, скажем так, изменений, которые мы наблюдаем в армянской внутриполитике и внешней политике. И также этот вопрос важен для Республики Азербайджан. Поэтому Грузия как страна-кандидат в члены Евросоюза с последующим уже членством, в Евросоюзе, это не только внутригрузинский вопрос, это не только вопрос, который предопределяет определенные положительные результаты для Грузии, но это та тема, которая будет иметь общее региональное назначение. Поэтому я думаю, что с европейского угла, с европейского конца Евросоюз осознает и вот такое измерение, такой масштаб, что это решение, оно выходит за пределы собственной Грузии и вовлекает весь регион, в той или иной степени, конечно, в эрроинтеграционный процесс. И по сей день существует платформа, такая называемая Eastern Partnership, восточное партнерство, где как раз эти три страны были, скажем так, в фарвартире процесса. Вот где-то вот этот их особый статус в пределах восточного партнерства предопределил после создания так называемого ассоциированного Атрия. То есть вот это, понимаете, вот эта геополитическая общность и в той или иной степени общность вызовов или рисков, она предопределила особую близость отношений между этими трое-тремя странами. Хотя бы потому вот тот разрыв формального характера, когда статус кандидата был присужден Молдове и Украине, а Грузия как-то, скажем так, осталась за бортом, хотя получила, скажем, статус страны с европейской перспективой, но это был статус более-то меньшего характера, чем статус кандидата, это было неестественно. Это было как-то вот не то, что неестественно, даже противоестественно, скажем так, и политическому процессу, и геополитическому. Нынешний этап грузино-украинских отношений переживает не самые лучшие времена. Наверное, сейчас более такой детальный ответ на этот вопрос уведет нас слишком далеко, и мы, как-то сказать, не вложимся в формат этой передачи. Для нас очень важно сейчас те упущенные возможности опять вернуть повестку дня лидерам как одной страны, так и другой страны, как Грузии, так Украины, как раз вот понять нашу историческую, точнее оценить нашу историческую общность и не увлекаться слишком той, так сказать, меркантильной иногда конъюнктурой, которая в последнее время стала преобладать как в нарративе, так и в общеполитических решениях. Хотя бы факт того, что президент Зеленский отозвал посла Украины из Грузии, это, если кто-нибудь предложил бы такое развитие, скажем так, если оно можно назвать развитием в двухсторонних отношениях года 3-4 назад, года 3-4 назад, наверное, это было бы, так сказать, что-то несуразным. Вот это абсолютно ненормальное состояние дел. На данный момент в то же время грузинский посол опять по решению украинских властей, ему было, так сказать, показано на ворота. То есть сейчас отношение между двумя странами крайне низкого уровня. Это абсолютно, так сказать, не отвечает настроениям двух народов. Я думаю, что власти, как с одной стороны, так и с другой стороны, должны принять во внимание общенациональный настроек в Украине, в Грузии и осознать, что наши исторические узы и, самое главное, настоящие вызовы и вопросы завтрашнего дня, они гораздо превалируют над этими властными, скажем так, конъюнктурными соображениями. Если коротко подытожить, будущее должно представляться нам в мире стабильности, внутри Молдовы, внутри Украины, внутри Грузии и в нашей экономической самодостаточности. Потому что сегодня вопросы безопасности, это не только вопросы вооружения, это не только вопросы, скажем так, военной составляющей, но это вопросы экономического характера, поэтому для нас, для Грузии, членство в этих структурах, это не сама цель, это возможность, это способ, это средство повысить прежде всего благосостояние собственных граждан. Поэтому непосредственным бенефициаром любого этого процесса должны стать грузины, должны стать молдаване, должны стать украинцы. Продолжение следует...